Сегодня у нас замечательный инвестор. Он приехал из Дубны в Подмосковье, в Ужграде. Доктор физико-материнических наук, заместитель директора лаборатории ягодных проблем, ОИЯИ. Кто знает, что такое ОИЯИ? Учреждение, как расшифровываться? Замечательно. Я думаю, что все на самом деле знают, и что такое не период, тоже знают. Тема сегодняшней лекции. Прошу сюда выйти Дмитрия Наумова. Спасибо большое. Всем добрый вечер. Я за свою жизнь сделал, пока не такую же долгую, несколько сотен лекций, но первый раз на меня покупают билеты. Не знаю даже, что на эту тему думать. Ну, в общем, давайте начнем. Сегодня я постараюсь поделиться с вами некоторыми из интересных вопросов, связанных с нейтринной физикой. Лекцию я назвал «Увлекательный квест» и назвал даже, что по просьбе моей одноклассницы, что это для 12+. Может быть, так оно получится, посмотрим. Поэтому здесь много будет картинок и видео. Но в любой момент, пожалуйста, задавайте вопросы. Значит, маленькое предисловие этой лекции. Значит, исследование нейтринной – это постоянное разгадывание загадок, которые эти частицы подбрасывают ученые. И в этой лекции мы рассмотрим, на самом деле, только две решенные загадки и одну открытую. Остальное – это тема для других возможных лекций. Если это вам понравится, вы не хотите продолжить. Вот. И хочу сказать, задавайте вопросы по ходу лекции, не копите их в семье. Потому что, как правило, происходит психологический такой эффект. Вначале чем-то облегчается, закончится, а потом потерял нить и сидит, страдает до конца, думает «Господи, спросите, о чем же он все-таки рассказывал вообще?» Вот. Ну, и хочу сказать по поводу самих вопросов, что, на мой взгляд, глупых вопросов не бывает. Если задавать самые вопросы, какими бы ни странно его нам казалось. Вот. Давайте мы начнем вот с чего. Как все устроено и какова роль нейтрина в понимании картины мира? Посмотрим вот этот вот как раз из разряда 12+. Мы сделаем наш шаг внутрь человеческого волоса. В данном случае мы видим, что размер волоса – это 100 микрон. Если пойти еще ниже, то мы лучше увидим, что волосы состоят из клеток. А размеры клетки, если сантиметр рассчитывает, то это 10-5 сантиметров. Эти клетки организуют для себя структуры микрофильды, макрофильды. Вот. Есть еще и более мелкие, которые уже размером на нанометры. И внутри – вот, да, кератин – ананометромолекула. Если мы сделаем проанимацию, дальше мы увидим, что кератин состоит без атомов. Заглядывая внутрь атома, мы видим вот такие замысловатые фигуры, как электроны вращаются вокруг центра этого атома, два объединяя, круга идет в детали. И потом, проходя много-много глубже, мы, наконец, встречаем очень маленькое по размеру ядро. Ну и это уже не конец лучшей истории. Ядро состоит из протонов и нейтронов. Вы видите, их здесь красным и белым. И каждый из протонов или нейтронов состоит еще из более мелкой структуры под названием клави. Вот. Это, как бы, картинка сверху на то, как устроен мир. И по шкале, которая слева у меня здесь, приведены масштабы, измеренные в сантиметрах. Это вот, если мы идем от толщины волоса в глуд, до радиуса протона. Это 10-13 сантиметров, толщина волоса 10-4 сантиметров. Если пойти еще совсем в глуд, то есть еще один масштаб, о котором мы еще имеем право говорить в рамках сегодняшней физики. Это так называемый планковский масштаб, 10-33 сантиметра. Это такое расстояние, на котором гравитация для элементарных частиц становится столь же важной, как и сильные электромагнитные и другие взаимодействия. И еще маленькую вещь хочу сказать, если наоборот пойти вверх по масштабам, то есть вот радиус Земли в сантиметрах 10 в 11, расстояние до центра нашей галактики 10 в 22 сантиметрах, и 10 в 29 сантиметрах это радиус видимой Вселенной. И вот наука, которая объединяет все эти масштабы в одном единственном описании, называется космологией, и за исключением всего лишь двух вопросов, мы сегодня понимаем, в общем говоря, более-менее, я бы сказал, все, с очень хорошей точностью, от самых маленьких до самых больших масштабов. Какие-то два вопроса, которые мы не понимаем, это темная энергия и темная материя самой Вселенной. Мы не знаем природу этих объектов. На этой табличке Менделеева представлены атомы, из которых тоже состоит все окружающее вещество, то есть один из блоков, из которых все устроено. И как вы видите, эти атомы здесь покрашены в разные цвета, и это тоже очень интересная картинка, потому что показывают то, откуда происходят эти самые атомы. Вот давайте посмотрим, например, водород и гелий. Эти два атома помечены в основном синим цветом, но у гелия есть еще небольшие примеси других компонентов, из которых оно может родиться. Так вот, вот эти вот два атома образовались от большого взрыва, когда Вселенная только создавалась, и образовались они в первые три минуты от большого взрыва. Прошло три минуты, и вот образовалось все количество водорода и гелия по Вселенной. И другие атомы, ну вот видите, там марганец, например, желтым, да, мадный, извините, да, желтым таким покрашен, он образовался при взрывах сверхновых с очень большим. Если у кого-то из вас есть там тяга к золоту, то надо тоже иметь в виду, что практически все золото и серебро, которое существует у нас здесь на планете, образовалось в результате слияния нейтронных звезд. То есть за каждым из этих атомов, когда мы там с ними общаемся в обыденной жизни, ходим в магазин, покупаем украшения, или еще как-то встречаемся, мы обычно не задумываемся о природе, откуда они взялись здесь на Земле. Вот, но за каждым из них стоит очень длинная история, такие, как вот слияние нейтронных звезд, или взрывы сверхновых, или даже вообще большой взрыв, который породил всю нашу Вселенную. Вот, и поэтому современное описание науки, оно, как правило, все это рассматривает в едином комплексе, и если мы можем описать там 99% на 1% мы не описываем, то мы считаем, что у нас хорошая теория или хорошая модель для этого описания. Ну, давайте еще немножко, это в рамках 12+, я поговорю о исторической части, каким образом были открыты атомы, и то, что внутри каждого атома у нас находится ядро. Был такой физик Томпсон, который открыл электрон, и он был очень почитанным. И он же и предположил, что, наверное, атомы, которые существуют, они состоят в виде пудинга. Это казалось ему вполне логичной идеей. Что значит в виде пудинга? Ну, что вот есть такая-то сферка, и там равномерно размазаны вот эти точечные электроны, которые он открыл, и положительный заряд, такой-то гипотетический, тоже так же равномерно размазан. Сейчас, конечно, многие из вас там могут даже улыбаться, думая, ну, какая глупая картина. На самом деле она вполне логичная, потому что любая другая картина, особенно та, которая существует сегодня, она с точки зрения классической физики вообще нелогичная. Вот. И в чем заключается сегодняшняя картина? А в том, что, вот это я показывал на одном из предыдущих слайдов, что внутри атома находится очень компактное ядро, и электроны вращаются вокруг. Но тот, кто знает немножко электродинамику, он понимает, что с точки зрения классической физики такая система устойчивой быть не может. Электрон из-за того, что он вращается по орбите, он очень быстро растеряет свою энергию и упадет на атом. Поэтому такая физика не может предсказывать вообще стабильных атом. Поэтому картина Резефорда, картина Изведи Томпсона, она была в этом смысле вполне логична. Но природа показала совершенно другую картину. И это было открытием Резефорда. И он совершил свое открытие следующим образом. К тому моменту он уже знал, что существуют такие ядра, как альфа-частицы. Сегодня мы знаем, что это ядра гелия-4. И он умел эти ядра получать и бомбардировать ими все тот же самый атом золота. Очень любят экспериментаторы с ним работать. И если бы справедливо была вот такая, картинка пудинга Томпсона, то тогда эти альфа-частицы должны были более-менее проходить насквозь весь этот атом и немножечко только отклоняться. Это вот следует из вычислений, если вы захотите их проделать. А то, что он увидел, что в довольно приличном, пусть и малом, но тем не разумно большом количестве случаев, эта альфа-частица отклонялась назад. И вот в такой картине это было совершенно невозможно предположить, как это могло бы быть. Единственное объяснение, которое резерфорду пришло в голову, это то, что в середине, ну или где-то там сбоку, может быть, я там не мог указать, конечно, где находится ядро, находится что-то очень плотное, очень тяжелое, такое тяжелое, что оно само тяжелее, чем альфа-частица, и тогда эта альфа-частица просто отскакивает от него назад. То есть это вот, когда стал бильярдный шар, один большой, другой маленький, то есть это вот маленький сталкивается с большим и отскакивает назад. Ну а если он, этот маленький бильярдный шар, просто мимо пролетает, то он тоже будет просто слегка отклоняться. Ну и вот здесь вот вы видите этот эксперимент. Вот эти вот пунктивные движущиеся линии, это альфа-частицы, здесь пластинка из атома золота, и видите, в основном эти альфа-частицы, а здесь фотографическая пленка, они в основном попадают вот сюда, прямо напротив своего, точки расположения. Но иногда они попадают и в другие места. И вот они просто наблюдали глазками и смотрели, как часто они попадают под разными углами и построили функцию вот этой вот вероятности того, что мы увидим отклонение на какой-то угол. И вот таким вот образом была сформулирована абсолютно нелогичная, но подсказанная самой природой картина атомов, что внутри есть ядра, а снаружи вращается электрон. Ладно. Идем дальше. Так вот, теперь мы подходим к загадке первой. Потерянная энергия. Здесь я привел картинку, это такая шуточная газета, которая у нас в нашей лаборатории единых проблем к дню физики пару лет, пару или тройку лет назад сочинили наши друзья. Ну, то есть, вот, вам, наверное, что-то будет видно, если нет, то я прочитаю. То есть, на кончике пера новости в бета-распаде пропадает энергия, пропажа века найденного, здесь паули и так далее, куда смотрит правительство. Ну, в общем, физики развлекаются, взрослые. Вот, такую газетку сделали. А сейчас я расскажу, в чем же суть этой загадки. Ну, уже к концу 19 века было обнаружено, что существует радиоактивность, и этих радиоактивностей есть поменьше и менее ли три. А Резерфорд все тот же дал им название альфа, бета, гамма, просто как первые три буквы греческого алфавита. Сегодня мы знаем, что альфа это ядра гелия. Вот они, видите, здесь вот четыре таких шарика. Бета это синенькие электроны, и гамма это фотоны, то есть частицы света. Вот. На этой картинке изображено их проникающая способность. То есть, вот вы видите, что если поставить листочек с бумагой обыкновенной, то альфа-частица уже не пройдет и дальше, чем эта бумага. То есть, она обязательно в ней застрянет. Электрон и фотон они спокойно прошлют бумагу. Если вслед за ней поставить пластинку алюминия толщиной порядка сантиметра, то тогда электрон в ней уже застрянет. А фотон все еще пройдет насквозь. И вот если сделать свинцовую пластинку, и сделать ее несколькими сантиметрами толщиной, то наконец там и гамма застрянет. Поэтому экспериментаторы более 100 лет назад они из таких соображений исходили, то есть, они видят, что-то летит, и начинают это как-то классифицировать. То есть, вот, по, например, проникающей способности. И видят, что очевидно, это разные частицы. Потому что какие-то проходят сквозь свинец, а какие-то, значит, не проходят сквозь бумагу. Потом они стали делать так. Стали помещать эти частицы в магнитное поле и смотреть, отклоняются ли они в магнитном поле или нет. Если у частицы есть электрический заряд, она в магнитном поле будет отклоняться. Допустим, если у нее заряд положительный, вправо, если заряд отрицательный, влево. И вот так вот они сделали и увидели, что у гаммы нет заряда, у фэрки отрицательный, у альфа положительный. Ну, уже кое-что. Дальше стали измерять энергии этих частиц и смотреть, не оказывается ли так, например, энергия альфа частицы равна в точности разнице энергии начального ядра, которая распалась, и конечного ядра, которое это начальное ядро распалось. И действительно, все это выполнялось. Энергия начального ядра в точности равнялась энергии конечного ядра плюс энергии альфа или гамма частицы. Но когда проделали все то же самое с электронами, то этот закон не выполняется. Энергия начального ядра не равняется энергии конечного ядра и не равняется в плюс сумма энергии бета-частиц или электронной. Для кого-то из вас, может быть, вы скажете, ну, подумаешь, не сохраняется энергия белов-то. Но для физиков уже того времени это была большая катастрофа, потому что это рушился одним из самых фундаментальных законов природы. Да, это вот снова из разряда 12+. Я долго искал. Одно из самых больших время затрат на подготовку этой лекции чтобы найти фото удивленного котика. Вот я его нашел. Лекция, особенно в Yota Lab без котика, это не считается, как я узнал. Вот. Как я уже сказал, сохранение энергии – это фундаментальный закон природы. Вы, конечно, много слышали про вечный двигатель и про попытки. А вот я вот так сделаю, а вот я вот это сделаю. Вот первый пример вечного двигателя, который придумал Роберт Флут. Первый пример, который описан в литературе. Ну, здесь что-то движется, что-то капает. Сейчас мы даже не будем разбираться. По его задумке все должно было вечно крутиться. Конечно, на самом деле нет. Вот. И замечательную фразу на эту тему сказал Генри Диск в 1861 году. «История вечного движения – это история безразумства, безрассудства как полуобразованных, так и совершенно невежественных людей». То есть в какой-то момент Парижская Академия Наук, она просто прекратила рассматривать любые заявки на изобретение вечного двигателя. Просто потому, что они нарушают как закон сохранения энергии, так и второе начало термогенами. Поэтому, если в бета-распаде закон сохранения энергии не выполняется, это было сродни тому, что вот был изобретен вечный двигатель. Ну, правда, в данном случае энергия куда-то пропадает, а не наоборот приходит, но все равно это также плохо. Потому что нарушаются и те же самые принципы. Я очень кратко скажу историю того, каким образом эта энергия была понята людьми, что энергия действительно пропадает. Эта история на самом деле случилась не мгновенно. Она заняла 15 лет. И я вот постараюсь это изложить в одном слайде, хотя хотел бы, конечно, рассказать вам это на полчаса, потому что здесь очень много интересных моментов, как с точки зрения науки, так и с точки зрения просто психологических и человеческих отношений. В общем, все началось с Лизы Мейтнер, которая была очень прославленным физиком-ядерщиком немецким, которая поставила следующий эксперимент. Вот у нее есть источник этих бета-частиц. Она поставила призму, чтобы, значит, частицы обязательно проходили через эту призму. Поместила все это в магнитное поле. Она уже знала, чтобы это частицы заряженные, поэтому они должны были искривляться. Ну и вы знаете, наверное, что чем больше энергия частицы, тем она меньше будет искривляться в магнитном поле. Поэтому то, в какое место она отсюда попадает, однозначно вам скажет о том, какая же была начальная энергия. То есть вот если энергия была вешанная, то она попадет прямо сюда. Если маленькая, то попадет куда-то на крайше. Ну и вот сюда она поместила фотографическую пленку. Вот такой был простой эксперимент. И дальше она хотела посмотреть, куда же они на самом деле попадают. И вот она получила фотографию. Вот такую фотографию. Да, вот извините, что если плохо видно. Ну что можно сказать из этой фотографии? Она сказала, что у электронов у всех строго одна и та же энергия. Вот я вижу среди вас в неком смысле недоуменные лица. Вы пытаетесь сами осознать, каким образом она пришла к этому выводу. Ну, давайте попробуем воспроизвести. Ну, есть вот такая жирная линия. Это вот туда чаще всего попадали электроны. Есть, правда, я бы сказал, не менее жирная линия где-то сбоку, да? Это вот где-то вот здесь. Значит, сюда тоже должно было много электронов попадать. И, в общем-то, я вижу много еще других черных мест на этой фотографии. Не знаю, почему. Точно у меня есть некие гипотезы на эту тему. Но, тем не менее, Лиза Мейтнер опубликовала научную работу, которая была принята в журнал, в котором утверждалось, что закон сохранения энергии выполняется. Потому что, говорит, я вижу, что все электроны вылетают со строго определенной энергии, и все попадают в одно и то же место на этой фотографии. Дама была действительно прославленная к тому моменту, и она без всякой иронии, она сделала очень важное открытие в науке и не получила Нобелевскую премию исключительно из-за политических передряг, которые были в то время в Нобелевском понедельнике и их неправильного отношения к женщинам. То есть, на тот момент они как-то не могли допустить, чтобы женщина получала Нобелевскую премию. То есть, в любом случае, это была женщина уровня Нобелевского лауреата. И она сделала такое вот заявление. В это же время, чуть позже, через год, возникла фамилия, она у нас дальше будет тоже возникать, это Чедвик, который был в то время студентом Резерфорда, все того же самого. А Резерфорт очень славный парень, у него четыре Нобелевских лауреата, кроме того, что он сам Нобелевский лауреат. Вот, были его студентами, четыре Нобелевских лауреата. И вот один из его студентов, Чедвик, очень талантливый, и он поработал с Резерфортом и, как угодится, поехал в другую страну, чтобы набраться уму, разума у других людей. То есть, вот у этого он уже многому выучился, вот еще у других найдет, чем-нибудь новенькое. И он поехал в Германию, к Гейгеру, а Гейгер в тот момент как раз изобрел свой счетчик Гейгера, который умеет считать, когда электронно через него проходит. Ну и вот, и они решили с Гейгером, а давай-ка мы то же самое перемерим, только сделаем эксперимент более такой, с большим количеством лаборатории. Мы посмотрим точно так вот на фотографии, а также используем вот эту новую технику счетчика Гейгера, которая только что была придумана. И вот его эксперимент выглядел следующим образом. Значит, есть источник этих бета-частиц, есть также диафрагма, через которую они проходят. Все помещается тоже в магнитное поле. И здесь тоже диафрагма, через которую с дырочками эти частицы должны были проходить. И вот если они меняют магнитное поле, то есть они уже раз могли менять магнитное поле, то электрон будет двигаться каждый раз по немножечко разной траектории и будет заходить в разные точки. И вот они могли сказать, вот если у меня энергия была там определенная, он у меня пойдет по такой траектории, обязательно перейдет здесь, а все остальное я закрою. И тогда я точно выбираю, что электрон был в такой энергии. Ну а дальше этот электрон, по какой бы траектории он не шел, будет попадать в точку О, а здесь стоит еще Чигейгер, и он будет просто считать каждый раз, когда электрон туда попадает. И вот он посчитал, и что он увидел? Он увидел вот такую картинку. Да. Ну, повторение на течение. Так, работает все немножко с задержкой. Вот, что здесь отложено по осям? По оси Х отложена энергия вот этих самых электронов, а по оси Х, то как часто встречается такая энергия. И вот вы видите, что ничего похожего на дельта-линию, то есть, что значит дельта-линия? Ну, он ошибается. Ну, кто он и кто Лейтнер? Лейтнер сказала, что дошла энергия, а у него нет. И он на Резерфорду написал, ну, мы довольно быстро провели такой эксперимент, ничего похожего на линию не видим, наверное, у нас какая-то глупая ошибка. Ну вот, Резерфорд сказал, ну, работайте дальше. В общем, они работали дальше и поняли, что никакой ошибки нет, все вот именно так и есть. И вот это вот очень показательная история, потому что Лейтнер была очень умной женщиной. Она знала, что закон своей энергии должен выполняться. И даже если она видела, что он не выполняется, да. Быстрее надо, говорите. Лейтнер, а я, как говорят, Лейтнер. А это у меня уже другое. Понятно. Спасибо. Вот, даже если она видела, что он не выполняется, она, вот, глядя на эту фотографию, как-то сама себя убедила, что нет, все-таки именно все так вот обстоит, что закон своей энергии выполняется. А Четвик был молодой парень, ему было все равно. Выполняется он, не выполняется. То есть он просто что видит, то и потом и поет. Вот он говорит, вот так. Я только проверил, что у меня все правильно сделано. И они бодались 15 лет. Потому что Лейтнер, мало того, что умная, она была очень умная, она ему каждый раз говорила, а вот то ты не учел, а вот это не учел. А он парень, идентичный, он говорит, окей, учтем. Ставил новый эксперимент, учитывал. И говорит, вот смотри, вот этот эффект маленький, вот так и так. И каждый раз он все это отбивал. В конце концов, общество 15 лет ему сказало, да, закон своей энергии не выполняется, но я совершенно не понимаю, что это значит. Вот. Итак, какая же у нас картинка существовала в тот момент? Как вы видите, действительно, вот эта вот история заняла 15 лет. И Чедвик убедил окружающее сообщество, что энергия в этом распаде не сохраняется. Итак, люди думали, что есть начальное ядро, а на конечное ядро вылетает электрон. И у этого электронная энергия то больше, то меньше, то какая хочешь. Ну, хорошо, видно, что явно энергия не сохраняется. Тут, наконец, пришел Паули. Паули был такой совершенно замечательный, гениальный физик швейцарского происхождения, Паули, у него много открытий. Разумеется, он нобелевский лауреат, и он был, у него даже такое было, такой титул, что ли, неофициальный, совестью физики. То есть вот он действительно фундаментально знал всю физику, и прямо вот если где-то что-то было неправильно, он обязательно туда влезал и находил ошибки. И в статье он читал вот так. Ну, сейчас через интернет все, а тогда почтой приходил, вот у него лежала пачка, он прочитывал статью. Если она была неправильной, он ее выкидывал в корзину со страшной руганью, это неправильно, полностью неправильная работа. Если она была правильная, как он узнал, что правильно, он ее проверял. Она у него, обычно, вывод занимал раза в 10 меньше места, чем в этой статье. Он ее кидал в другую корзину со словами «тривиально». Вот, то есть вот такой был замечательный человек. И еще мне очень тоже нравится история. У нас был тоже свой гений Ландао, который написал вместе с Кившицем 10 томов в теоретической физике. И Ландао, такой, когда был молодой, тоже был очень непосредственный парень. Вот он там Бора третировал всякими вопросами хитрыми, его там учил и так далее. И много вы можете там в интернете погуглить. Есть такие замечательные кадры. Вот стоит Бор, уже пожилой, а Ландао прямо лежит на столе перед ним. И что там, значит, по-глогойски. Ну и, соответственно, у нас в России, в Советском Союзе Ландао был непрекословный авторитет. Вот, и вел себя в общем похожим образом, как Паули со всех резал. И вот как-то Паули приехал в Советский Союз. И вот тоже рассказал ему там про некую проблему, про нарушение почетности, даже не важно в данном моменте, что это означает. И Ландао стал ему с жаром что-то там доказывать. А Паули ему сказал, ах, да, подумайте сами. И Ландао стих, и не стал с жаром ничего доказывать ему, и просто стал думать дальше, что же, может быть, что-то он упустил. То есть это был действительно такой совершенно мощный парень, вот этот Вольган Паули, и он сказал следующее. Ну, а может быть, все не совсем так. Может быть, начальное ядро распадается на конечный электрон и вылетает что-то еще. И это что-то еще уносит эту энергию. Вот и все. Вот такая простая идея. Это что-то он назвал нейтрон. Это не на самом деле нейтрон. Это на самом деле нейтрино. Но почему он назвал его нейтроном? Потому что нейтрон еще тогда не существовал для физиков. То есть у физиков тогда мир был очень простой. Протон, электрон и фотон. Вот. И вот его простая идея. Он его тоже оригинальным образом изложил. Он написал письмо в конгресс, который рассматривал как раз проблему радиоактивных распадов. И назвал, начал это письмо с таких слов, вот в нейтринной физике это уже такие знаменитые слова. «Дорогие радиоактивные дамы и господа, податель всего расскажет вам о моей идее, которая, возможно, спасет закон сохранения энергии». Дальше он там немножко по эту тему порассуждал, ну, примерно из того, в том духе, о котором я сейчас говорю. И в конце говорит, почему он не может лично подоявиться. Потому что у нас в университете или по поводу окончания школы, даже по поводу окончания школы, значит, рождественский бал. И я на него пригласил, значит, выбрал бал, вместо того, чтобы поехать на конференцию, на которой бы он рассказал о своей гениальной догадке. Окей. Значит, единственное, что Пауэлли про этот нейтрон в кавычках предположил, что он должен быть очень легкий и очень слабо взаимодействует, поэтому мы его не видим. То есть вот он родился и улетел, и мы его не можем запретить. Дальше появился все тот же самый Чедвик, который до этого эту проблему создал, который открыл нейтрон. Только он открыл нейтрон уже без кавычек настоящий, и этот нейтрон оказался тяжелее протона. И стало очевидно, что, конечно, это не тот нейтрон, о котором говорил Пауэлли, потому что этот нейтрон тяжелый и очень здорово взаимодействовал. Вот. Потом появляется Энрико Ферми. Энрико Ферми сделал сразу две вещи. Он говорит, ну давайте, во-первых, переобзовем нейтрон Пауэлли на нейтрино. По-итальянски это значит маленький нейтрон, то есть, когда инопредит добавляют, то это значит маленький. Ну и кроме, конечно, этого вклада, он еще, собственно, сделал теорию всего этого бета-распада. То, что, в общем, до сих пор хорошо работает. Поэтому, если говорить про вклад именно в теорию бета-распада, то здесь вклад именно Энрико Ферми. Энрико Ферми был совершенно блестящим, еще одним блестящим ученым итальянского происхождения. Он, кроме того, что сделал целый ряд совершенно фундаментальных открытий, разумеется, он в Нопинске был ряд, он их сделал как в теории, так и в эксперименте. То есть, у него есть и теоретические фундаментальные работы, и экспериментальные фундаментальные работы, а также у него есть целая куча патентов экспериментальных. То есть, это был совершенно такой выдающийся гений, а в свободное от работы время они там развлекались у себя, он переехал в Америку во время войны, они развлекались тем, что считали очень сложные интегралы в уме на скорости. Там было очень много таких выдающихся умов, и он обскакивал даже гениальных математиков в скорости вычислений. Кроме этого, что я считаю, еще очень важно, он создал целую школу выдающихся физиков, и в этой школе есть несколько имен, но одно, наиболее дорого для нас, из Дубны, это Бруно Пантекорова. Он был из этой школы, Энрика Ферми, и Бруно Пантекорова в свою очередь создал школу нейтринной физики у нас в Дубне. Об этом я тоже чуть-чуть позже скажу. И еще одна байка Энрика Ферми сделал действительно гениальную работу, и хотел ее опубликовать в нормальном журнале, не в Мурзилке. Он ее послал в журнал Nature, куда полагается посылать гениальные работы. А журнал Nature отклонил ее работу с формулировкой «Слишком абстрактные рассуждения, которые не будут интересны и широкому читанию». Вот. И Ферми очень расстроился от такой оценки своей работы, и даже бросил теорию. И он после этого переключился полностью в экспериментальную физику. Тем временем Паулин писал, когда уже любили писать письма, писал письмо одному из своих друзей, и он сказал так, я сделал ужасную вещь, я предсказал частицу, которую невозможно будет обнаружить. Ну, потому что он прикинул по теории Ферми, какова вероятность того, что эта частица будет взаимодействовать, и получалась она очень-очень маленькая. Ну, снова, как часто будет и в будущем в нашей лекции, и вообще в физике часто случается, приходят два, или там один, или сколько-то экспериментаторов, которые либо не знают это высказывание, либо, в общем-то, довольно снисходительно к нему относятся. Они говорят, да ладно, что там, давайте возьмем-то и зарегистрируем эти нейтрины. Это были Райнс и Коун, два американских физика, которые решили зарегистрировать такие нейтрины. Их идея заключалась в следующем. Они говорят, есть такая частица, но пускай не нейтрина, давайте антинейтрина. Согласно существовавшим уже в тот момент теоретическим воззрениям, во время взрыва атомной бомбы выделяется целая куча антинейтрина. И вот они говорят, давайте мы взорвем атомную бомбу, и вот мы придумали способ, как увидеть эти антинейтрины. И самое удивительное, что правительство согласилось на то, что они эту бомбу взорвут. И там был какой-то очень сложный, сумасшедший совершенно эксперимент. То есть атомная бомба взрывалась, ну понятно, что там все разрушается, но в первый момент еще не все разрушилось. И где-то под землей находился детектор, который был синхронизован по времени с взрывом атомной бомбы, которая должна была взрываться на высоте сотни метров. И вот когда бомба взрывалась, атомный у этого детектора должен был падать. Почему? Потому что волна от этой атомной бомбы, она бы этот детектор разломала, а так вот она бы еще не успевала до нее дойти, он бы падал, и в это время регистрировал частицы. Вот. И это вот такая вот была у них идея, и что бы и удивительно, американская просто согласилась. Но пока они этот эксперимент прорабатывали, они поняли, что, боже мой, такие же еще ядерные реакторы, которые стоят, никуда не взрываются, и тоже дают кучу этих антинетрина. Пусть поменьше, чем во взрыве атомной бомбы, но зато все время. Вот. Это очень богатая идея, сейчас тоже этим всем пользуются. Просто чтобы вы представляли, вот есть вот ядерный реактор, промышленный, и у него характерная мощность это 2 гигаватта, и каждые 2 гигаватта рождают примерно 6 умножить на 10 в 21 антинетрина в секунду. То есть огромное количество антинетрина во все стороны разлетается. Это бесплатно совершенно для нас такая частица рождается этими реакторами. Так вот, если эта частица рождается, то дальше они говорят, давайте мы ее зарегистрируем так. Она возьмет, захватится протоном, родится позитрон и нитрон. Вот антинетрина пролетела, родился позитрон и нитрон. Позитрон очень быстро растеряет свою энергию и захватится электронными затумками. И когда он захватится электронными затумками, он пронигилирует, и родятся 2 гамма-кванта. И мы эти 2 гамма-кванта увидим нашими фотомножителями. Я потом скажу, что это детекторы, которые регистрируют свет. А нитрон тем временем примерно 200 микросекунд поблуждает по детектору, термализуется, и тоже захватятся все те ядрами протона или специально внедренными туда ядрами, которые имеют большую вероятность захвата этих протонов. И когда они захватятся, снова будет такая вспышка света. И вот такая вот сигнатура, 2 вспышки, разнесенных примерно 200 микросекундами, эта сигнатура позволяет очень сильно подавить любые фоновые события. И вот они эту идею реализовали, и она до сих пор работает. И они получили за нее, точнее один из них, Нобелевскую премию. Вот. Все это нужно было поместить в бочку, и эта бочка рассматривалась со всех сторон вот такими вот полпочками, которые называются фотомножители. Это вот, если на простой язык совсем перевести, то это антилампочка. Лампочка как работает? Вы подаете электрический ток, и она дает свет. А здесь наоборот, приходит свет, и возникает электрический ток. Или лампочка, работающая в обратную сторону по времени. Ну вот. И, кстати говоря, эти фотомножители были изобретены советским изобретателем еще в 30-е годы. И вот они такую штуку сделали, несколько лет поработали, и увидели антинитрино. И послали телеграмму Паули. Мы счастливы проинформировать вас о том, что мы определенно обнаружили нейтрино от развала в ядер, наблюдая обратный бета-распадный протон. И вот Райнс получил Нобелевскую премию. Кован не получил, он умер раньше. Сделали ли они это открытие в 1956 году, а Нобелевскую премию Райнс получил в 1996 году. Возникает разумный, резонный вопрос, почему же им 40 лет не давали Нобелевскую премию, что ли, неужели специально ждали, пока Кован умрет? Нет, конечно, не так. Потому что они немножечко, скажем так, слукавили. У них в зависимости от работы немножечко менялась оценка вероятности. Вот она у них один раз была такая, и очень хорошо совпадала с теорией. Потом теорию изменили, и согласно теории их должно было быть в два раза больше, и на следующий год у них их стало в два раза больше. И вот это, конечно, мне очень сильно напрягло. Ну, на самом деле они сделали правильное открытие, но вот они хотели, вот тоже вот как Мейтнер, хотели, чтобы все было хорошо. И вот не только они их видят, но еще и вот вероятности у них такие же правильные, как теория, то есть, надо было сказать, как на самом деле, и дали бы им обоим. Ну вот, о Кован не дожил, и обычно в этом месте я говорю молодежи, если у вас есть план получить Нобелевскую премию, тут нужно два, по крайней мере, условия. Во-первых, сделать открытие, а во-вторых, хорошо иметь хорошее здоровье, то есть, заниматься спортом, не пить, не курить, вот, чтобы еще дожить до этой Нобелевской премии. Вот, теперь мы переходим к закатке номер два. Потерянный нейтрин от солнца. Вы видите, что здесь некая связь, да, такая, прослеживается. Там была потерянная энергия, здесь теперь сами нейтрин стали пилиться. Начну я вот с чего. Почему вообще светит солнце? Тут будет слайд с формулой, прошу прощения, О12+. Вот, но формула будет, на самом деле, очень простая. Смотрите, солнце полного водорода, и вы наверняка слышали, что солнце происходит ядерные реакции, в результате этих ядерных реакций оно и горит. Но что за ядерные реакции там происходит? Я не буду вам, конечно, в силу нехватки времени рассказывать обо всех ядерных реакциях, хотя это весьма удобно. Я расскажу только об одной. Она очень простая. Два протона сталкиваются друг с другом, образует ядро диетерия, позитрон и электронная нейтрина. И у каждой из этих частиц есть такая квантовая характеристика, называется спин. Спин – это аналог орбитального движения. То есть, если вы знаете, что лист вращается, вот у него есть орбитальное движение, и оно сохраняется. То есть, если вот он раскрутился широко с кем-то руками, то потом, если он их сожмет, он будет крутиться быстрее, потому что орбитальный момент сохраняется. То есть, также бумеранг по этой причине возвращается. Ну, правда, я так всегда говорю, у меня он ни разу не вернулся, но надо уметь кидать. Также у элементарных частиц все то же самое. У них есть вот такая вот степень свободы, называется орбитальный момент спин. Так вот, если его измерять в правильных единицах, то у протонов этих спин равен одной второй, у диетронов единичка, у позитронов и у электронов тоже одна вторая. Так вот, смотрите, вот вычисление будет здесь не более сложное, чем узнать, что одна вторая плюс одна вторая, получается четное число. А один плюс одна вторая и тоже плюс одна вторая, тоже четное число. И вот если у нас четное переходит в четное, то квантовая механика говорит, нет проблем, такая реакция возможна. Что же будет, если у нас нет электронного нейтрина? То тогда такая реакция станет невозможной, потому что четный спин в начале переходит в нечетный спин в конце. Согласны? Если такая реакция невозможна, то солнце просто не зажжется. Если нет солнца, нет нейтрина, нет света от солнца, нет жизни. То есть, это очень важная частица. Теперь давайте еще решим одну простую задачу. У нас здесь около 20 школьников, плюс взрослые, наверняка тоже хотят немножко поразнять носки. Давайте такую задачку решим. Она будет очень простая. Я тоже обозначил 12+. Сколько времени нужно, чтобы фотону и нейтрино, родившимся в центре Солнца, добраться до Земли? Давайте решим. Ну, что нам для этого нужно знать? Расстояние от центра Солнца до Земли 150 миллионов километров. Скорость фотона равна скорости нейтрино. Ну, нейтрино, как мы дальше увидим, масса небольшая есть, но мы ей пренебрежем. И это 300 тысяч километров в секунду. Чтобы убедиться, что я ответ не скажу раньше, чем следует, я все-таки вот так буду делать. У меня все еще видно? Так вот, решение, которое вроде бы лежит на поверхности. Ну, время, это есть расстояние, разделить на скорость. Ярно? 150 миллионов километров разделить на 300 тысяч километров в секунду. Километры я сократил. Дальше мы вот эти три нолика сократим, эти два нолика, короче говоря, получается в 500 секунд. Вроде бы не, да, считается? Согласны? Кто считает, что ответ правильный? Поднимите руку, пожалуйста. А те, кто считает, что неправильный, то есть такие тоже есть, да? А почему неправильный? Это считает, что одного другого придет. А, уроги грамотные люди, отлично. Действительно, есть среди вас люди, которые знают, что это неправильный ответ. Правильный ответ такой, что для фотона это будет время 100 тысяч лет, а для нейтрина 500 секунд. Казалось бы, как так? Дело в том, что фотон, прежде чем он выберется из этого центра солнца, он будет сталкиваться постоянно с электронами и протонами. И он не сможет пройти даже нескольких миллиметров, прежде чем он не столкнется снова. И вот можно себе представить это как пьяницу, которая вот, например, шагает и каждый раз он спотыкается и немножечко его ведет в одну сторону в ту в другую. И вы можете спросить, ну окей, вот допустим, он начал свои похождения из этой точки в центре площади, где он окажется через там несколько часов. Ответ нельзя дать точно, в каком месте он окажется, но можно сказать так, можно очертить некоторый радиус и сказать, что вот внутри вот такого радиуса он окажется с такой-то вероятностью. И оказывается, что он будет в среднем уходить куда-то на все больше и больше радиусы, и радиус будет пропорционален корню квадратному из числа шагов, которые он будет делать. Это вот чисто броуновское движение, это чисто статистический результат. Так же и с фотоном. Он каждый раз будет куда-то в какую-то сторону своего произвольного рассеиваться, но немножечко он будет уходить из центра, и вот через 10 в 22 шагов он наконец выйдет за пределы солнца и дальше уже полетит по прямой. И вот чтобы сделать ему 10 в 22 шагов, ему требуется на это 100 тысяч лет. Поэтому, если вы сидите на пляже, загораете, то испытываете некоторое уважение к фотонам, которые падают на разные части вашего тела, потому что ему пришлось испытать довольно много испытаний на своем пути, прежде чем он до вас дошел, поглотился и дал заряд, загар. Вот. Ну, а нейтрино нет, с нейтрино все хорошо, они родились и вот как поезд по прямой летят сквозь солнце, не задерживаясь ни на секунду. И через 500 секунд оказываются рядом с вами. Окей. Мы теперь сделаем еще одно небольшое умственное упражнение. Мы с вами, вообще говоря, сейчас решим такую задачку. Мы с вами попробуем посчитать, а как нейтрино на квадратный сантиметр в секунду должно от солнца падать. Сразу скажу, что вообще этим занимаются специально обученные люди. У них очень сложная теория, квантовая механика, плюс целая куча интеградифференциальных уравнений. Мы, конечно, сейчас этим заниматься не будем, потому что у нас нет на это времени. Вот. Но мы сейчас попробуем сделать оценку на пальцах, и она кажется очень правильной. Так вот, в результате очень длинной цепочки ядерных реакций все, что происходит, это следующее. Четыре протона в результате сталкиваются, они не друг с другом в одной точке сталкиваются, они там по очереди сталкиваются с разными ядерными, но в целом поскольку что четыре протона превращаются в одно ядро гелия-4, в два позитрона и в два нейтрина. И в результате вот этой реакции выделяется некоторая энергия. А выделяется энергия равная двадцати шести мегаэлектрон-вольтам. Есть кто-нибудь, кто не знает, что такое электрон-вольт в зале? Вот. Электрон-вольт это энергия, которая приобретает электрон, если пройдет разница с потенциалом один вольт. Если у вас есть батарейка четыре вольта, например, и вы на одну сторону его тянете электрон, то он, дойдя до нижней части, приобретет энергию четыре электрон-вольта. Ну и наоборот потеряет в зависимости от полярности. Ну и вот. Так вот, из-за того, что в этой реакции выделяется энергия, собственно, солнце-то и светит, а это потом преобразуется в потоны видимого света, и они дают нам жизнь и все остальное. Окей. Давайте теперь, вот я это то, что сказал, давайте теперь оценим число нейтрина в секунду на квадратный сантиметр на земле. Мы будем исходить из очень простых соображений, что число нейтрина это будет два умножить на число вот таких цепочек в секунду. То есть, представим себе, что есть какая-то у нас там теория, которая это число цепочек предсказывает. И мы говорим, когда число нейтрина, это будет два умножить на таких число цепочки. Люди, собственно, этими занимаются. Они считают цепочки, это очень сложный код и так далее. Но мы с вами сделаем трюк. Мы не будем их считать, потому что, как я сказал, очень сложно. Мы скажем другое. Мы скажем, что светимость солнца, то есть, как много энергии это солнце выпускает, это будет энергия, которая выделяется на одну реакцию, умножить на все то же самое число цепочек. То есть, вот такая сложная реакция происходит. В каждой из них выделяется 26 мэр и они все куда-то деваются. Солнце не может постоянно внутри себя разогревать. То есть, оно выделяет эту энергию наружу, потому что существует в таком равновесии. И тогда вы можете сделать очень простую вещь. Мы можем разделить одно уравнение на другое и все это усложнятие, но связанное с вычислением числа цепочек, мы просто сократим. Мы разделим и мы тогда скажем, что число не 3 на секунду разделить на светимость Солнца, это будет 2 разделить на энергию, которая выделяется во всей этой одной реакции. И дальше мы с вами еще можем такую штуку сделать. Мы вот здесь числитель и знаменатель разделим на r в квадрате, где r это расстояние от центра Солнца до Земли. И тогда правая часть от этого не изменится. И тогда мы сможем уже вообще связать это с тем, что мы наблюдаем экспериментально. светимость Солнца, если разделить ее на 4πr в квадрате, это будет плотность энергии на квадратный метр на Земле. Кто знает, чему равна такая плотность энергии? Сколько от Солнца у нас на квадратный метр падает? Никто? Мы. Ну, вы знаете, что она вообще есть, да? На этом принципе работают солнечные батареи. Да? Если бы энергия не падала, то батареи бы не продавались. Вот. А энергия на самом деле большая. Эта энергия равна 1,4 тысячи ватт. То есть вот у вас обычный чайник, это 2 киловатта, и на квадратный метр падает примерно столько же. Это от Солнца. Да. Эта энергия, которая в конечном итоге дала нам всю энергию, которой мы пользуемся здесь. Это и нефть из этой энергии в конечном итоге образовалась миллиарды лет назад и так далее. Ну, так вот. Вот это число мы знаем, двойку мы тоже знаем, чему равно. Вот это 1400 ватт, соответственно, мы знаем вот это число. Мы сейчас уже не будем, конечно, такие числа перемножать. Это я сделал за вас. Значит, если мы это перемножим, мы получим вот такое вот число нейтрино. 6,5 на 10 в десятый нейтрино на квадратный сантиметр в секунду. Давайте на секунду задумаемся, что я говорю. То есть, вот стою я, каждый квадратный сантиметр моего тела, через него проходит 600, нет, 65 миллиардов нейтрино в секунду от Солнца. И мне ничего. То есть, они взаимодействуют довольно редко. но их очень много. И вот вся наша теория. Мы посчитали с вами вот это число довольно точно. Если мы проделаем все то же самое, но очень сложным методом, при помощи решения вот тех самых уравнений, квантовой механики и прочее, мы получим то же самое число. И, конечно, его следует сразу же сравнить с экспериментом. Что же видят люди экспериментально? А видят они число в два раза меньше. Итак, где ошибка в наших расчетах? Тут, смотрите, вот тут присутствует 20 школьников. Я не мог удержаться. Если школьник получает неправильный ответ, он получает за это двойку. Это логично. если ученый получает ответ, который не сходится с расчетами. Что он получает? Вы уже знаете, как это работает, да? Ну, немножечко, несколько этапов. Итак, сразу сначала это нужно называть загадкой. То есть, это названа загадка солнечных нейтрин. Потом вы требуете денег на то, чтобы решить эту загадку. Несколько десятилетий вы это делаете. На этом, например, загадку условно 40 лет. Вот, вы это делаете несколько десятилетий. У вас целая куча людей получают кандидатские степени, докторские, профессора, позиции, хорошие ставки в университетах, становятся экспертами в проблеме с солнечными нейтринами. Вот, пока, наконец, в один прекрасный день, опа, ее решили. И вот ее, значит, решили, наконец, решение в этой загадке найдено. Поэтому, школьники, не переживайте за эти двойки, вы отыграетесь потом. У вас будет хорошая жизнь. Главное, делать это честно. То есть, если мы сделали это честно, и мы ошибки не видим арифметическое, и все согласуется с нашими представлениями, то значит, что-то здесь не то. И это что-то не то нужно найти. Вот, я нашел такое видео, которое проиллюстрирует идею на качественном уровне того, что же на самом деле происходит. На самом деле здесь довольно непростой эффект. Оказалось, то есть, здесь не такая простая вещь, поэтому на нее ушло 40 лет. Эффект называется нейтринной осцилляцией. Сначала я скажу простыми словами, в чем он заключается, а потом попробую его проиллюстрировать при помощи этого видео. Эффект заключается вот в чем. Оказывается, бывает так, что, например, из Солнца в Солнце рождается нейтрино одного типа электронный. А я забыл сказать, что после того, как электронные нейтрино открыли, было еще несколько десятилетий и открыли еще два других типа нейтрино. Одно называется мионный нейтрино, а другой называется тау-нейтрино. То есть, люди к этому моменту уже знали, что существует три разных типа нейтрино. Так вот, оказалась еще интересная штука вот в чем, что, когда рождается, например, электронный нейтрино, то же самое относится к любому другому его типу, к какой-то точке, и вот оно дальше полетело, и вы ставите свой детектор на каком-то расстоянии, и вдруг, к вашему удивлению, вы видите, что в пучке вот этих электронных нейтрино вы видите принесь мионного нейтрино, или принесь талого нейтрино. Потом вы ставите расстояние, детектор на расстоянии еще немножечко дальше, и вы снова видите только одни электронные нейтрино. И вот такая вот картина возникает периодичным образом. Они то появляются, другие типы нейтрино, то исчезают. Поэтому это называется осцилляцией. Нейтриная осцилляция. Теперь давайте я покрутаюсь показать при помощи видео, как этот эффект можно было бы понять при помощи такой классической физики и трех связанных друг с другом маятников. То есть, вот смотрите, что здесь сейчас будет. Вот это вот три маятника, три шарика. Здесь может быть видно плохо, но из них красивая табличка. Здесь, по-моему, тауна, рискованная нейтрино. Да. Здесь мионная нейтрино, здесь электронная. То есть, вот эти вот шарики изображают собой нейтрино. Тауна нейтрино, мионная нейтрино и электронная нейтрино. И эти шарики соединены еще друг с другом двумя пружинками. Они, эти пружинки, немножечко разной жесткости. Если я начну качать один шарик, он через эту пружинку начнет качать второй, а тот через свою пружинку начнет качать треть. Через некоторое время они начнут качаться. И вот смотрите, что будет. Вот мы отклонили в первый момент тауна нейтрино. И вот смотрите, через некоторое время он раскачивает и появляется небольшая примесь мионных нейтрино, а потом появляется небольшая примесь электронных нейтрино. Это же самое будет, если мы начнем с электронного нейтрино. То есть, вот оказывается, что вот эти вот нейтрино, которые были найдены, они друг с другом связаны. Вот примерно вот таким вот образом, хотя эта аналогия очень полная и оказалось, что в Солнце рождаются электронные нейтрино, а пока они долетают до Земли, они превращаются в половину из них в мионные нейтрино. А детекторы устроены так, что они мионные нейтрино не видят. Ну, вот такая техника. И оказывается, что значит, мы видим только половину. Вот такое вот объяснение. Значит, в картине, которую я вам сейчас очень так поверхностно качественно изобразил, принимало участие большое число физиков, в том числе наши российские и советские. Бруно Пантекорова вообще предложил саму эту идею в нейтринных осцилляциях. Он Нобелевскую премию, к сожалению, не получил, хотя он сделал по крайней мере пять выдающихся открытий, каждое из которых достойно Нобелевской премии, но не получил, как видимо кажется, из-за того, что жил в Советском Союзе, в то время с ним была холодная война и в общем его действительно притесняли. Есть еще имена Михея Весмирнов, Михея, к сожалению, это два физика из Института ядерных исследований в Москве, Михея, к сожалению, ушел от нас, а Смирнов, до сих пор здравствует, которые описали, что же происходит с этими нитринами Солнца, ну и вообще за открытие этих нитринок осцилляций была дана Нобелевская премия. То есть, это очень, очень красивое и важное физическое явление. Ну вот, теперь мы переходим к Бруно Пантекорова, о котором я уже несколько раз говорил, то есть, это был ученик Энрика Ферми, он работал с 50-го года по 93-й, например, в Дубне, сейчас у нас осталась мемориальная табличка на его кабинете, сам кабинет сопротивился в том же состоянии, то есть, это мемориальный кабинет Европейского физического сообщества, то есть, исторические, совершенно, исторические помещения. Он создал школу нейтринной физики в Дубне, которая, в общем-то, можно сказать, доминирует и в Советском Союзе, и теперь в России. Вот. И он, собственно, обратите внимание на вот эту вот фразу, он предложил идеи детектирования реакторов солнечных и ускорительных нейтринок. То есть, вся эта нейтринная физика, которая на сегодняшний день, можно сказать, не только наука, но и огромная индустрия, потому что, чтобы зарегистрировать нейтрину, нужны детекторы просто колоссальных масштабов. Об одном из них я сегодня расскажу. И вся эта индустрия на самом деле обязана ему, потому что он придумал все основные идеи, как это с этой частицей работает. То есть, он совершенно уникальный человек. И он же предложил идею нейтринных осцилляций, за которую дали Нобелевскую скупку. Вот здесь у меня приведен слайд с Нобелевскими премиями по физике нейтрина. Вот в 95-м году Райнсу дали за открытие электронного антинейтрина. В 88-м, то есть, раньше, чем Райнсу, дали за открытие нейтринного нейтрина, хотя они открыли его позже, чем Райнс. Вот совсем недавно, в 2015-м году премия была дана за открытие осцилляции нейтрины. Вот и в 2002-м, почему-то у меня тут немножко не в технологическом порядке, также была дана Нобелевская премия за нейтрина от взрыва сверхновой, которая случилась в 1987-м году. Вот таким образом к этому часу я вам рассказал о двух загадках, которые успешно решены. Ну вы можете спросить меня, ну и чем вы занимаетесь сейчас? вот мне очень нравится вот это вот А на чем вы сейчас работаете? Да так ищем. Ну уж как это интересно. Вот ну примерно этим мы сейчас занимаемся. Значит я расскажу о загадке, которая есть на сегодня. Это источник астрофизических нутрина сверх высоких энергий. тут нужно упомянуть какие вообще источники нутрина существуют, которые мы на сегодняшний день знаем. Есть такая сложная картинка. По оси Х отложена энергия нутрина измеренная в электрон вольтах. Она в логарифмической шкале вот этого 10 в 4, 10 в 8, 10 в 18. То есть самые-самые разные энергии. Ну и вот посмотрите. А здесь картинками показаны, ну вот чтобы вы запомнили, какие же эти источники выглядят. Вот с очень бешено маленькими энергиями в порядке 10-4 электрон вольт находятся нейтрино реликтовые, которые остались от взрыва сверху по высоте от взрыва самой вселенной. То есть еще первоначального взрыва. Это вообще отдельная тема. Если кто-то эти нейтрино зарегистрирует, вот молодежь, я сама на вас надеюсь, то это точно нобелевская премия просто 100%. Если будет вообще идея светлая, как их зарегистрировать, потому что у них очень маленькая энергия. Есть нейтрино, которые рождаются прямо в толще нашей планеты, и они называются геонейтрино. Вы знаете, чем это интересно? Вы знаете ведь, что если мы будем как вы думаете, нам будет холоднее и теплее? Сначала так, потом так, верно. Ну, конечно, когда мы там погибли, капаем, явно прохладнее. А потом, если мы уходим уже на километры или тысячи километров, там оно все более-более становится горячее. И мы к этому как-то привыкли. А почему она горячая? Что знает? Плотно. Плотно, но и почему она горячая, если откуда она черпает энергии, чтобы двигаться? Это вот нормально. То есть, действительно, вроде бы, мы к этому привыкли, вроде бы, начать какое-то построение делать, но потом сразу не как-то хорщит, а что она горячая? Есть на самом деле всего две картины, которые отвечают на этот вопрос. Первое, это то, что когда сама планета еще была в стадии формирования, был очень горячий такой сгусток газа, и этот сгусток газа свою энергию приобрел от солнца, которое его нагревало, а также от трения, и также от действительно того, что они падали друг кружке ближе и становились все более рядом друг с другом, и гравитационная энергия тоже их нагревала, то есть у них более компактного объекта революционная энергия больше, чем у разрозненных. И это часть правды, а еще часть правды заключается в том, что внутри нашей планеты могут быть радиоактивные элементы, такие как Куран, Тори, Куб, на Южном полюсе. Значит, как этот эксперимент выглядит? Ну вот, во-первых, у него такая красивая, практически как инопланетная станция на Южном полюсе стоит красивая. А дальше вот вы здесь видите вот такая поверхность, и из каждой из этих цветных точек у нас вниз идет вот такая трос или струна. И на этой струне висят оптические модули. Те элементы детекторы, которые могут видеть свет. Вот эти оптические модули выглядят вот так. То есть это такие сферы, сделанные из стекла внутри, все тот же старый добрый фотоумножитель. И если свет на них попадает, они дают электрический сигнал. И вот посмотрите, какую штуку они сделали. Вот это вот все по глубине 2,4 километра. То есть каждая вот такая лунка делается при помощи вытапливания. То есть у нее такой диаметр примерно метр, ну может чуть меньше. И там мегаваттная такая установка, которая просто выделяет большое количество тепла и топит этот лед. И вот эта установка туда постепенно опускается и протапливает вот такой вот 2,5 километра такой цилиндр с радиусом около метра. Потом они туда опускают вот такие тросы, на которых висят эти фотоумножители и заливают обратно водой, потом это все опять замерзает и вот получается, что во льду у них в морожен такие фотоумножители. И эти фотоумножители связаны с берегом, то есть вот этот вот берег, как мы называем, на котором собираются электрические сигналы от каждого из этих фотоумножителей. И что происходит? Если нейтрино прилетает в эту установку и у этого нейтрино очень большая энергия и оно рождает какие-то очень энергичные частицы, мионы или еще другие частицы, то эти энергичные частицы проходят через толщу льда начинают светить таким черенковским светом. Кто не услышал про такую вещь, как черенковский свет? Значит, я два слова скажу. Вот мой 12 плюс я совсем устал. Вот я два слова буквально скажу. Эффект заключается вот в чем. Если у вас есть, например, вода, ну или какая-либо другая среда, вы знаете, что, например, в воде свет движется медленнее, да, чем в вакууме. Есть показатель преломления, он там, рай, 4,3. Соответственно, в воде свет движется всего лишь со скоростью 75%, а скоростью света в вакууме это огромная разница. А если через воду пропустить электрон или там мион, то он, если у него энергия очень большая, он будет двигаться со скоростью может быть 0,99,9 от скорости света. То есть он будет гораздо быстрее, чем свет движется в этой среде. И тут возникает интересный эффект. Этот самый электрон или мион, если он движется быстрее, чем свет в этой среде, он начинает светить таким черенковским конусом. Вот здесь показываем. То есть проходя через среду электрон светит вот таким конусом, как сверхзвуковой самолет иногда тоже. И вот эти фотончики, это черенковский свет, это фотончики, они попадают в фотомножители, фотомножители регистрируют, и дальше вы можете по тому, в какой момент времени они туда попали и в какой конкретно попали, вы можете восстановить очень хорошо направление прилета, начальные частицы его энергию и может быть некоторые другие характеристики. Вот такая идея. Еще одну пайку, просто чтобы вы немножко разлетлись, Черенков. Черенков, ну понятно, это тот, кто придумал это черенковское излучение. На самом деле не совсем было так. Был Вавилов, который, я честно говоря, уже не очень помню, не то чтобы я как бы вспоминаю, я просто саму историю не очень помню, почему он вообще решил смотреть на эти частицы и почему он ожидал увидеть какой-то свет. Но он заставил своего аспиранта Черенкова сидеть в темной комнате по многу часов и ждать. Вот у него был такой просто маленький источник, который время от времени плевал электрончики, и они попадали в воду, и он говорит, вот сиди и смотри, не возникает лиц. вспышки. Значит, чтобы начать это дело, ну вы знаете, человеческий класс очень точный прибор, он может видеть отдельный фотон, но для этого ему нужно интернироваться. Сначала ему нужно было несколько часов посидеть в комнате, это начало аустрофобия, плюс там девушки, может быть, может, всем другом хотел, но в конечном итоге вот он сидел, ждал, глаза привыкали, и потом он действительно начинал видеть эти вспышки. И он их увидел, сообщил он, его один там проведет кончу экспериментов, а в конце концов этот эффект был совершенно надежно обнаружен. Почему эти вспышки возникают, они понятны. Не Леводилов, не Черенков. Черенков, он еще интересным было то, что, ну, на уровне байки, он еще в это время, ну, не в это, а когда выходил из комнаты писал докладные в правительство и партии, где жаловался на Леводилова, что тот его подвергает не человеческим путям, вот что он вынужден сидеть там, в темноте, он молодой человек, у него есть другие дела, и так далее, вообще занимается какой-то премией. Он так получил Нобелевскую премию за это, а в МВЛах нет. Потом, еще интересная история, связанная с этим Черенковым, это уже много-много лет спустя, даже, можно сказать, десятков лет, вот уже было обсуждение в Советской Академии Наук, вот было предложение, давайте сделаем Черенкова академиком в Советской Академии Наук. Ну и встает один за другом академики и говорит, на них, ну, выгодят нельзя, он этого не знает, это он вообще премучит человек. То есть, ну, как бы, академике не годится. Тут встает Николай Николаевич Боголюбов, он был академиком в то время, это был один из директоров Объединенного Сутория и исследований и вообще выдающийся теоретик, вот прямо масштаба, так сказать, Паули, вот такой вот выдающийся товарищ, он встает и, он такой был очень композантный мужчина, умненький, он говорит, дураков у нас в академии много, а эффектов мало. И после этого они Черенкова сделали академию. Ну вот, так вот, что же на этом южном полюсе увидели? Они увидели, что вот эти вот фотоумножители, иногда просто бешеное количество этих фотоумножителей вспыхивает обновленно, вот здесь вот показано, и вот чем больше такой кругляшочек, это значит, тем больше фатронов этот фотоумножитель получил. Если вы пересчитаете вот количество вот этих вот вспышек и сделаете оценку энергии, то оказалось, что энергии этих, того, что порождает эти вспышки, это величины порядка 10-15 в том вольт. То есть какие-то совершенно бешеные. Вы можете спросить, ну окей, причем тут полутрина, а дело в том, что ни одна другая частица сквозь землю снизу пройти в эту установку не может. А они смотрели именно за частицами, которые идут снизу. Ни одна другая, любая другая будет совершенно точно поглощена землей. А нетринга, из-за того, что слабо взаимодействует, может пройти и провзаимодействовать там. И вот, после этого было очевидно, что сделано великое открытие. То есть существует то, что это нитрино, и эти нитрино несут совершенно бешеные энергии. И мы... После этого они обнаружили еще несколько десятков менее энергичных астропизических внутри. Почему мы говорим здесь про астропизические? Потому что точно известно, что ни один другой источник, который мы в то момент изучили, такие энергии нитрино порождать не может. Поэтому это что-то откуда-то из вне нашей планеты Солнечной системы пролетает. Каким образом можно сказать, что родилась такая вещь, как нитринная астрономия? Почему? Потому что эти частицы приносят информацию, никак не искажаясь на своем пути, от самых дальних уголков Вселенной. фактически они могут принести информацию от тех эпох, когда Вселенная еще только зарождалась. То есть самые буквально ее краев и они несут информацию по тому, что же тогда, в то время там происходило в этой самой Вселенной. Вот. Вы можете спросить, ну и в чем же здесь загадка? Загадка заключается именно в их огромной энергии. Там, ну, было понятно, чтобы сравнить огурцы с огурцами. я говорю, здесь 15-й огромный, может спросить, блин, может быть, с чем сравнить-то? Может быть, это не такая большая? Вот слово агадро еще больше 10-23-й, почему это может быть 15-й появляться, да? Вот. Но деловое в чем, что характерная энергия нейтрином внутри звезд, это 10-6-й электрон-вольт. Поэтому, если мы говорим, помните, мы один из первых слайдов, что мы более-менее понимаем всю физику, которая происходит во Вселенной, если мы более-менее понимаем, что происходит в звездах и так далее, то мы более-менее понимаем все энергии, какие-то могут быть. И на сегодняшний день нет такого механизма, устоявшегося, который бы говорил, что может рождать энергии порядка 10-15. Ну, здесь тоже маленькое видео о том, каков же принцип детектированной нейтрином. Вот, ну, здесь вот эта, конечно, анимация. Художник, кстати, видно, да, художник изобразил нейтрином в виде вот такой вот загабулины. В общем, оно прилетает в установку, взаимодействует с хитром, рождает кучу частиц, эти частицы потом летят и светятся вот таким четкостным все-таки. И пока они проходят мимо сутомножителей, они загораются. Вот такая вот идея. Видите, вот он идет, идет, пока ему хватает энергии. Если бы была маленькая энергия, то число фотомножителей, которые бы он зажег, было бы маленькое. Но если их много, значит, энергия была большая. Такая простая, незамысловатая логика. Теперь, почему же Байкал? Вот Наташа в представлении сказала, что я вам что-то про Байкал расскажу. Конечно, мы и сами с Байкала. Дело вот в чем. В Байкале на самом деле у нас тоже есть нейтринный телескоп, даже более того, я вам скажу, что Байкальский нейтринный телескоп был первым вообще в мире. И люди из Ice Cube учились у нас тому, как вообще делать такие эксперименты. То есть, мы эти знания передавали. Потом, в 90-х годах, все, конечно, по понятным причинам, довольно здорово заморозилось. То есть, ничего особенного не происходило. но сейчас, когда Ice Cube открыл эти астрофизические нейтрино, мы поняли, что мы в Байкале сможем сделать это лучше. И мы стали строить тоже установку кубический километр, объемом кубический километр для регистрации этих нутри. Почему же Байкал хорош? Не просто потому, что там мы, например, откуда, но есть физические причины. Дело в том, что во льду свет очень сильно рассеивается. Как это можно проиллюстрировать? Вот смотрите, на этой картинке изображена вот так, вот изображена глыбальда и ровно, вот я даже не уверен, что вы это видите, в общем, ровно где-то по оси за ним находится солнце. Но вы солнце в виде пятна не видите, да? То есть, вы где-то видите, да, вот это вот тут. Дело в том, что когда солнечный свет попадает в лед, он там так сильно перерассеивается, что вы видите уже просто равномерно светящийся лед. Теперь представьте себе, что происходит вот в этой установке SQ. То есть, фотоумножитель, да, зажигается, но откуда он видит этот свет? Он не может на самом деле определить, потому что между частицей, которая свет порождает, и самим фотоумножителем находится лед. И в этом льду свет перерассеивается так сильно, что он приходит практически с ледом управления. А мы хотим сделать нитринно-астрономию. Это значит, что мы хотим на небе из какого же места эти нитринно-прилетели. Так вот, если это делать при помощи детектора SQ, то у нас будет вот такое вот колечко примерно градусов 15. То, что мы сможем сделать для Байкали, это будет колечко примерно градусов 1-2. То есть, это уже будет действительно такое прецессионное измерение. Почему? Просто потому, что в Байкале вода очень чистая и там перерассеяния практически нет. Это тоже я пробыстрил вот такой картинкой. Здесь есть лед, пусть он вас толком не сбивает, просто чтобы ребенок не упал. Он здесь лежит, а где-то вот там в глубине находится фоторм, который его снимает через прозрачную воду. Ну и вы видите четко, что ребенок совершенно четкий, не размазанный равномерно по всему, по всей этой картинке. Вы совершенно четко его видите. Вот разница между точечным, между рассеянием в воде и рассеянием в воде. Ну вот, как я уже сказал, у нас точность определения направления в Байкале будет лучше в 5-7 раз, чем в Москве. Ну вот, тоже видео, чтобы вам показать теперь всю картинку в целом, что же Байкал собирается видеть. Предположим, это некий гипотетический источник как астрофизических нутринов. То есть, это вот что-то там происходит, такое героическое, и вдоль некоторого направления вылетает суперэнергичный нутрино. И вот они летят. В принципе, они не обязаны лететь на Землю, но иногда нам могло повезти, они могли попасть на Землю. И вот, они проходят в основном сквозь Землю без каких-либо взаимодействий и летят себе дальше. Некоторые из них также проходят сквозь Байкал. Видите, целая куча проходит. Но иногда некоторые из них начинают взаимодействовать. Это чисто статистический процесс. И вот, видите, один провзаимодействовал и родил черенковский свет. И вот у нас этот оптический модуль, в нем фотоумножитель, сигнал электрический усилился, по проводам пошел сюда. Здесь сидят специально обученные люди, которые собирают эти данные и упаковывают их в файлы. Ну, конечно, это очень оптимистичная картинка, если бы так здорово было, мы бы уже нобелевской премии хвастались, но на самом деле что-то в этом духе и происходит. А это вот как выглядит картинка в реале, когда этот эксперимент строится. У Байкала есть совершенно замечательное свойство. Два месяца в году, февраль-марк, он покрыт толстым слоем льда. Толщина льда примерно на метр. И можно здесь разместить тяжелую технику, трактора, машины и всякие другие вещи и инсталлировать вот эти вот детекторы. Вот как это выглядит из глубин озера. И на сегодняшний день мы очень активно этот эксперимент строим, и к 2020 году мы уже ожидаем увидеть построить примерно кубический километр. Ну, вот уже осталось буквально несколько слайдов просто в деталях чтобы вы могли поподробнее рассмотреть как выглядит оптический модуль. Вы даже видели человек, которого фотографируют. Фотомнажитель, он сталит специальным оптическим гелем, чтобы он делал оптический контакт между фотомнажителем и этой стеклянности. Сфера здесь тоже замечательное изобретение. То есть вы делаете сферу из двух полусфер, соединяете их, откачиваете воздух, и атмосферное давление соединяет их очень плотно друг с другом и вы помещаете это в воду, там давление еще больше и ничего туда не затекает. Вот такая вот красивая фотография, оптический модуль на льду. Как это выглядит? Как у нас выглядит зал сборки оптических модулей в нашей лаборатории, в нашем институте в Дубне? То есть здесь каждый стол, это разный этап, здесь полусфера, здесь они уже сход по умножителями, а здесь сход по умножителями и начиненной электроникой. Мы это сделали буквально за один год, все с нуля, всю эту машинерию, все это уже отлично работает. И каждый из таких оптических модулей мы точно так же располагаем на вот таких струнах, и все это располагается примерно на глубине до полутора километров, то есть это очень большая на самом деле эскаляция и количество таких струн в одном кластере, мы называем кластерами 8 штук. Вот чтобы мы получили представление о том, каковы размеры, вот это у нас кейфелевая башня, это станкинская башня, а это вот один кластер нейтринного телескопа. То есть можно сказать, что это самое большое сооружение, которое сделано человечеством в нашей стране. Больше чем останкинская башня. Ну и вот под конец просто чтобы вы немножко развлеклись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но кроме того, что в них происходит? Субтитры создавал DimaTorzok 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 как это сказать простыми словами нитрины становятся чуть менее энергичными когда они начинают нарабатывать плутон. Чем больше плутон нарабатывается тем меньше энергия получается у нитрина. Это вот экспериментально железный факт. Если мы будем ставить небольшой детектор где нибудь недалеко там в 30 метрах от реактора или в 100 метрах от реактора или даже на границе с плохими ребятами мы поставим такой детектор то чтобы они нам там не плели по поводу энергии, которую они... Мы просто по нитринам говорим, ребята, у вас столько килограмм плутоний наработано ну и дальше уже другие люди разрабатывают это вот такое практическое первое применение второе уже такое более фантастическое но тем не менее не исключено, что тоже будет скоро работать можно сделать нейтринную связь можно при помощи нейтрина светить прямо сквозь землю и передавать сигналы. Сейчас это кажется фантастическим, но уже один такой опыт был сделан при помощи ускорительных нейтрино было закодировано слово и при помощи детектора нейтрино оно было прочитано здравствуйте, а вот этот источник некий нейтрино это был пульсар? вот который сверхвысоких энергий, да? вот пока что этот источник неизвестен это вот собственно и есть загадка но вот буквально в этом году появилось указание что есть корреляция между направлением который видит SQ, у них такая достаточно большая область и источником, который называется активное галактическое ядро которое видно при помощи других частей, при помощи фотонов вот пока вот такая вот есть корреляция и вот в этом смысле ту картинку, ну то видео, которое вам показывал когда вот черная дыра, вокруг нее что-то крутится и такой джет анаптичный вылетает, да? такая струя это вот похоже на правду то, что с этим естеством происходит то есть, но это пока что откректировал вопрос хорошо, и второй вопрос как ученые не знают даже, что такое темная материя и то, что вселенная, ну как размер вселенной посчитали то, что недостаточно темная материя, чтобы уничтожить вену и еще обиду Наташа у нас еще два часа есть, я могу, у меня есть лекция если более коротко сказать но без проблем до завтра я сейчас свободен вот, если коротко сказать, то существует целый ряд экспериментальных указаний на то, что темная материя существует и при этом вы правы мы не знаем, что это такое например, какие указания есть? например, такое ну вот вы знаете, что в солнечной системе, да, есть солнце, там планеты и скорости планет как функция расстояния от этой планеты до центра меняется по вполне такому определенному закону то есть, скорости очень четко коррелируют с расстоянием это вот следует, так сказать, из Кеплеровской динамики если вы теперь посмотрите на нашу, например, галактику или на любую другую галактику то вы вправе ожидать того же, что вот если мы будем смотреть за какой-нибудь звездочкой в этой галактике и измерять ее скорость и измерять расстояние от центра галактики до этой звездочки то вы вправе ожидать повторения такого Кеплеровского закона оказывается ничего подобного то есть, они двигаются совершенно другими скоростями и единственное разумное объяснение, которое может быть вот на сегодняшний день придумано это может быть неправда, но одна из таких гипотез это то, что эта галактика на самом деле заполнена невидимым темным веществом которое модифицирует гравитационное влияние этих самых звезд таким образом, что именно такое распределение видно, как видно есть еще очень яркое экспериментальное указание называется столкновение сверхгалактики пуля может быть кто-нибудь из вас слышал это две сверхгалактики сталкиваются друг с другом и мы это столкновение видим и в месте, где они сталкиваются вот обычное вещество, звезды и так далее они начинают тереться друг об дружку и начинают там очень сильно светиться а темное вещество, если оно там есть оно будет проходить одно через другое практически без взаимодействия потому что сегодня популярное, по крайней мере, объяснение, что темное вещество довольно слабое взаимодействует примерно как нейтрино так вот когда мы наблюдаем за распределением вот я сейчас такое умное слово скажу, но гравитации при этом столкновении то видно, что оно следует именно распределению темного вещества то есть вот гравитационный потенциал, которыми этим столкновением образуется в точной корреляции находится с тем, как это темное вещество распределено а видимое вещество, просто вот его центр масс, просто смещен от этого центра столкновений так я все-таки покажу вам эту картинку пока можете какой-нибудь другой еще вопрос формулировать спасибо за лекцию я хотел спросить, почему раньше высокоэнергичные нейтрино не ловили просто размера детекторов не хватало я так понимаю, чем энергичные нейтрино кем ну, больше, легче его поймать да, вы правы то есть они просто довольно редкие и чтобы насобирать нужную статистику ему нужен детектор примерно 1,5 километра то есть таких детекторов после не существовало до тех пор, пока IceView его не построил здравствуйте хотел бы спросить слышал про другие детекторы нейтрино, которые расположены не в воде, а в каких-то скальных массивах специально построенных шахт или заброшенных чем вот такой детектор выступать будет детектору, который расположен в воде спасибо ну, давайте подумаем, что вы имеете ввиду прямо, то есть, а какое там вещество вот, по примеру, он в скале расположен, да? ну, я конкретно, наверное, говорил про детекторы, которые на Кавказе находятся в воде нейтрино вот, и, насколько знаю, там он расположен прямо в шахте причина ему такого располагания ну, окей, значит, причина расположения детекторов вообще под горой то есть, детекторы, они могут использовать разные, в принципе, детектирования вот, конкретно, то, что хочу говорить, это баксанский нейтринный телескоп он тоже так называется нейтринная обсерватория вот, там очень интересное вещество это ядра галлия Германия, которые при взаимодействии с нейтриной друг с другом переходят и потом их по атомам извлекают буквально там очень хитрая такая технология вот, почему это под горой располагается? для того, чтобы защититься от мионов мионы, вот такая частица, тоже, да, есть, я ее уже упоминал значит, эти мионы рождаются в атмосфере постоянно потому что на нас в атмосферу падают постоянно какие-то космические протоны эти протоны, в свою очередь, откуда берутся? в основном они берутся из взрывов сверхновых и подобных вот катастрофических процессов которые когда-то раньше во Вселенной случались и вот вся Вселенная, она вот прям пронизана вот потоками этих частиц часть из них падает в атмосферу когда они падают в атмосферу, они взаимодействуют и рождают пионы, колонны и другие частицы и те своих распады дают мионы вот эти мионы, это частицы, которые могут совершенно спокойно так же, почти так же, как нейтрино преодолевать очень большие толщи вещества поэтому, чтобы от них защититься да, а когда они приходят в наш детектор, они его засвечивают как нейтрино даже гораздо лучше поэтому нам очень хочется, чтобы их вообще там не было и вот когда мы строим какой-нибудь детектор, который настроен на регистрацию очень маленького количества частиц, нейтрино нам нужно полностью убить поток от этих мионов и мы строим детекторы под горой, потому что через гору они пробраться не могут вот на Кавказе там такая гора но установка, которая у них есть это по порядку величины, чтобы просто представление это что-то вроде сотни килограмм или тонн вот такой масштаб а в кубическом километре у нас сколько тонн? 10-9, да, у нас тонн в каждом метре кубическом у нас одна, но там 10-9 то есть вот зачем нужно то есть 10-9 это было бы конечно шикарно с полным если бы мы могли под гору вот Байкал запихать мы бы одновременно и защитились от кумеона и у нас было бы куча таких вещества но я таких гор не знаю вот молодой человек, я вот вам просто отвечу здесь вот здесь не знаю, насколько хорошо видно вот есть вот синенькие такие области и красненькие. Но красненькие хорошо видно синенькие им не так может быть 100 рублей это сталкиваются 2 два кластера Галактик и красненькое это обычное вещество и вот оно во время столкновений под게요 притормаживается а синенькое оно не притормаживается вот видите, что произошло? вот это когда-то было здесь а вот это было здесь вот оно двигалось навстречу друг другу синенькое прошло без взаимодействия Вот видите, сместилось. А красненькое, поскольку это обычное вещество, оно притормозилось. И вот мы видим сегодня, этот эффект называется очень тоже красивая вещь, связанная с общей теорией относительности. Я совсем не упоминал сегодня имя Эйнштейна, но вот хороший повод. Эйнштейн создал теорию общей относительности, и одним из замечательных следствий является эффект линзирования. То, что гравитация может вести себя как линза. И вот при помощи вот такого эффекта линзирования, можно вот это вот распределение вещества вот так вот увидеть, что вот здесь вот есть один сгусток, здесь вот другой сгусток. А потом уже в видимом свете увидеть, что этот светится, а этот не светится. И вот видно, что у нас когда сталкиваются два кластера, они явно содержат что-то не светящееся, вот здесь есть темное, и что-то явно светящееся, если поднимут струблю. Это вот обычное вещество. Это вот на сегодняшний день самое убедительное свидетельство того, что темная материя существует. То есть видите, можно дать ответ на вопрос, что темная материя существует, и при этом не знать, что это такое. Спасибо вам за лекцию. Я хотел профессороваться. Мы знаем плотность излучения солнечных нейтрино. Она очень высокая, как мы уже убедились. Потому что солнце оттенок близко. Есть эти сверхвысокие нейтрино, которых мало. Как-то анализируя пропорциональное количество солнечных нейтрино и вот этих сверхвысоких нейтрино, можно ли хотя бы предположить расстояние до источника, который их, собственно, изучил? Анализируя площадь сферы, которая окружает водослужения и так далее. Я думаю, по аналогии с солнечными это будет делать неправильно. То есть так можно сделать, но это будет совсем другая энергетика. То есть солнце дает энергетику 10-6, а здесь 10-15. То есть явно там какая-то другая физика. То есть там, скорее всего, есть самой природой созданный ускоритель элементарных сетителей. Мы тут его сами делаем, а там природа сама его делает каким-то образом. Поэтому такое делать, наверное, не стоит. Поэтому напрямую идет, напрямую нет. Спасибо. Мне просто интересно, что вы считаете насчет того, как появилась наша планета? То, что чуть-чуть назад будет вечный холод, чуть-чуть вперед жара. Что вы думаете? Как планета появилась? В таком удобном месте. А? В таком удобном месте. Что мы... А, вы имеете в виду, что если бы вся солнечная система куда-нибудь ближе к центру, например, да, Если бы наша земля чуть-чуть ближе к солнцу, было бы жарко, чуть-чуть назад, то было бы холодно. Вот, я понял, куда вы помните. Из этого действительно некоторые люди делают такой вывод, что это вот нас специально сюда поместили, значит, есть какое-то сверхсущество, которое подойдет. Вот, я думаю, что здесь можно и по-другому объяснить. Есть такая вещь, как называется антропный принцип. То есть, что это означает? Вот, если бы мы были на Венере, то нас бы там просто не было, и никто бы об этом не сказал. Если бы мы жили, если бы мы появились, условно говоря, на Сатурне, нас бы тоже там не было, потому что слишком холодно, и тоже бы об этом никто не сказал. То есть, как бы природа пыталась что-то сделать, наверное, но это на корню умирало. И вот только в одном единственном месте, где мы есть, вот сейчас, вот там вот так вот условия сложились, где есть кому об этом рассуждать. Это называется антропный принцип. И, старый, можно поподробнее про загадку о нарушении учебности? И у вас вопросы глубокие, правильные вопросы. Значит, как отсекаются фоны? Вообще, это вопрос в экспериментальной физике всегда вам родим. Всегда вам нужно выделить сигнал, я отсечу фон, чтобы его не спутать. Значит, в случае сверхвысоких энергий, очень сильным указанием на то, что это является нейтрино, является то, что Земля сама является фильтром. То есть, ничто не может пройти сквозь Землю, если мы смотрим снизу вверх идущие частицы. А почему мы можем так смотреть? А потому что, если она идет снизу вверх, то фотомножители, которые снизу, загорятся раньше, тем, чем, которые сверху. И просто по времени загорания, да, мы можем сказать, вот это вот что снизу, и поэтому гирлянда вот так вот загорается. А вот те, которые сверху на нас падают, а таких полно на самом деле. Это вот мионы обыкновенные, они проходят, вот этот лед, и километры проходят, и светятся. Вот, но они идут сверху. И по времени, значит, появления этих сигналов мы их можем отсекать. Второе, это Ice Cube еще такую штуку сделал. Они на поверхности льда еще разместили специальные дитекторы, которые видят уже эти отдельные мионы. И вот если они срабатывают, они говорят, даже если у вас в льду что-то на этот момент сработало, там был мион, не смотрим на это. Ну вот, примерно вот такая уже идеология. А второй у вас вопрос был связан с чем? Четности. А, с нарушением четности. Ну, с нарушением четности тут что? Ну, тут можно очень простую вещь показать. Вот у вас есть ядро. Я даже скажу, какое оно было использовано в тот раз. Ядро хобальта. У него, как у любой частицы, есть спин. Этот спин куда посмотрит? То есть этот вверх-то вращение, да? Вот, допустим, он смотрит вверх. Это ядро распадается. И при распаде электроны могут вылететь вверх, могут вылететь вниз. Если у вас четность сохраняется, я сейчас объясню, почему это так, то тогда число электронов, которые вылетают вверх и вылетают вниз, одно и то же. Если четность не сохраняется, то оно будет вверх чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, чем вниз. Почему это связано с четностью? Представьте себе теперь такую штуку, что вот у вас есть ядро. Ну, здесь у вас нет доски, например, можно было бы нарисовать, поэтому на пальцах буду говорить. А вот ядро, спин у него торчит вниз. Представьте себе, что прямо в серединку этого ядра мы поместили зеркало, да? Тогда электроны, которые в моем мире вылетали вверх, в зеркале будут вылетать вниз, верно? Потому что они отражаются в зеркале и летят вниз. А что же будет с орбитальным моментом? Вот если вы физику изучали, то орбитальный момент – это на самом деле вектор, который построен как произведение двух векторов – радиуса и импульса. Радиус и импульс по отдельности каждый отразится, то есть сменит знак, но их произведение из этого 102 не изменится. Поэтому в зеркале спин будет смотреть в ту же самую сторону, что и в нашем мире. Согласны? Поэтому и так, значит, если мы обнаруживаем, что электроны вылетают в одну сторону по спину чаще, чем в другую сторону, то это будет означать, что в зеркале, если мы сделаем отражение, картина изменится. И вот экспериментально так и было обнаружено. То есть оказалось, что они, в данном случае на самом деле набор против спины предпочитают вылетать. И это была тоже, знаете, совершенно фундаментальная загадка, потому что мы очень привыкли к тому, что мир здесь, мир в зеркале – это одно и то же, а эту основу в обычном опыте, такие великие умы, как Лантао, выдумывал всякие трюки, как вот спасти закон с хранителем. Пока, наконец, все это тоже экспериментально не было закрыто, и действительно то, что работает в жизни. В слабых взаимодействиях четность нарушается. А потому что в слабых взаимодействиях обязательно нейтриновые. Да, вместе ли кто? По геонейтринам, не знаю, может быть, я старую статью, которую я считал, что количество регистрируемых пока нейтринам так мало, что для того, чтобы сделать статистически незначимые выводы нам еще тысячу лет надо наблюдать. Правда ли это? Ну, насчет тысячи лет я не могу предсказать, но в целом вы правы. Количество этих геонейтрин, которые сейчас наблюдается, это порядка десяти штук. Стоимость у них очень высокая у каждого, если в миллионы долларов переводить. Это какие-то специальные детекторы или те же самые? Нет, это не те же самые, о которых я говорил, не сверхвысокие, это совсем другие детекторы. Значит, один детектор Борексина называется, как раз вот под горой, находится в Италии, в области Грансаса. Этот эксперимент нацелен был на поиск солнечных нейтринов, но также оказалось, что он может убедить геонов. Они их убедили. А второй эксперимент находится в Японии, называется Камлан. Камлан тоже был нацелен на совсем другие нейтриновые, на реакторные. Но они увидели рядом с реакторными еще и вот эти герберы. Вот пока всего два эксперимента в мире. Увидели и их суммарная статистика, это проект пестишки. Сейчас строится эксперимент, в котором Дубна участвует, называется Джума. Эксперимент в Китае. Там будет тоже реакторный нейтриновый, а детектор будет, такая сфера диаметром 38 метров. Вот скажем, вы знаете, да, девятиэтажный дом, сколько это у нас? 27 примерно метров, да? Вот, это будет больше, чем девятиэтажный дом, срешендика 13-14 этажка. Это будет вот такая сфера, вся заполненная жидкость с вентилятором и окруженная со всех сторон примерно 20 тысячами огромными фотоумножителями. Каждый сфот умножителей примерно по полметра в диаметре. И вот этот эксперимент сможет увидеть уже несколько сотен гербов внутри. Вот, поэтому насчет тысячи лет я не думаю, что там прям столько надо ждать. Ну, как бы, если ничего не делать, можно его в миллионде ждать. То есть, вот мы начали делать, я думаю, мы можем это увидеть через 6, 5-100 штук. И еще вопрос про осцилляции. Можно ли сказать, что в перенеделье, по гелии должны быть разные соотношения количеств динитрина в потоке в солнце? Правильно, да. Где-то наблюдали? Да. Это маленький довольно эффект, но они где-то наблюдали, да. И вопрос про Байкал. Сколько в этом кубическом целометре будет 5 часов? Ну, мы как бы сейчас делаем первую фазу, когда у нас будет полк кубического километра. И у нас там будет 2300 оптических модулей. Если все пойдет хорошо, а мы прикладываем к этому большие усилия, чтобы так и было, то мы планируем еще вторую фазу, когда увеличим это все раза в 3. Водяные нет. Потому что, ну знаете как, в принципе, каждый может детектор зарегистрировать, но на воде это будет практически просто не очень полезно. Нужно будет очень большую плотность этих фотомножителей сделать, чтобы увидеть геонетрины. Но чтобы вы просто понимали, откуда ноги растут, геонетрины имеют энергии порядка мэр. Соответственно, когда нейтрин такой прилетает, электрон вылетает тоже с энергией мегаэлектрон-вольт. Мегаэлектрон-вольт теряет свою энергию через несколько сантиметров. То есть, чтобы увидеть такой электрон, вам нужно через каждые несколько сантиметров по фотомножителю ставить. Это очень дорого. Продолжение следует...